Здравствуйте! Вы смотрите седьмой канал студии Александра Стрельцова. Сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с представителями силовых ведомств. Глава государства призвал не поддаваться панике и заверил Украина за политическое решение конфликта на Донбассе. Но сил и средств для защиты страны хватает. Никаких предметов для того, чтобы поддаться панике, не существует. Нами разработаны и за последние два месяца втилены в життя серьезные шаги по подготовке наших сил и других подразделений для защиты Украины. Мы видим решение вопроса в отдельных районах Донецкой и Луганской области исключительно политическим, мирным шляхом. Но силы и средства для того, чтобы защитить государство, у нас на сегодняшний день мы имеем в своем распоряжении. Порох нужно держать сухой. Перед новым украинским правительством будет стоять пять основных задач. Первая – формирование армии, способной остановить российскую агрессию. Вторая – реформа юстиции и правоохранительной системы. Еще один пункт – экономика. Она, по мнению премьер-министра Арсения Яцуняка, полностью зависит от войны, которая препятствует инвестициям, провоцирует отток депозитов и уничтожает инфраструктуру индустриальных регионов. И именно от того, насколько мы будем эффективны в зупинке воинской агрессии, зависит от того, начиная от развития экономики и инвестиций, и заканчивая успешностью реформ и ощущения граждан в уверенности в сегодняшнем дне. Стракт треба подолати тем, что держава здатна захистить своих граждан. Потому что еще раз подкреслю, номер один заведение – национальная безопасность, оборона и военно-промиссовый комплекс. Четвертая задача – децентрализация власти и реформа системы госуправления. Она, по словам премьера, должна состоять из двух блоков – антикоррупционная политика и иллюстрация. Джон Маккейн обрушил жесткую критику на президента США Барака Обаму. В частности, лидер республиканской партии заявил, история будет судить Обаму за гибель мирных украинцев. Маккейн отметил, обычные американцы не понимают, почему во время российской агрессии Соединенные Штаты не предоставляют Украине вооружение. По мнению сенатора, в этом виноват глава Белого дома. Напомню, партия Маккейна впервые после Второй мировой войны получила большинство в Сенате. В Италии бастуют работники общественного транспорта. Акция затронула крупные города страны Рим, Милан и Турин. Люди недовольны новыми реформами, которые намерено проводить правительство. Еще в сентябре премьер-министр поддержал новые законы по защите прав сотрудников. Критики говорят, это заставит транспортные компании отказаться от найма новых работников. Забастовки остановили движение транспорта. Автобусы стоят, трамваи, метро и поезда не работают. Многие жители не смогли в часы пик добраться до мест назначения. Но, несмотря на неудобства, многие жители страны поддерживают протестующих. В итальянском обществе растет недовольство политикой жесткой экономии. Уровень безработицы в Италии – один из самых высоких в еврозоне. Среди молодежи этот показатель превышает 44%. При этом в профсоюзах настаивают. Предпринимаемые меры не устраняют главную причину застоя в экономике. «Правительство не выполняет свои обязательства. Это справедливо, что работники мобилизуются. Думаю, забастовка – это правильно. Это приносит проблемы, но протест оправдан. В данный момент он необходим». «Они правильно делают, что не подчиняются, устраивая забастовку. Нас должны услышать. Да, это меня затронет. Я, возможно, не смогу сесть в автобус и опоздаю на работу. Но это не самое страшное». Скульптуры можно создать даже из консервов. Это доказали дизайнеры, инженеры и архитекторы. Они решили бросить вызов закону всемирного тяготения. И успешно. Теперь посетители выставки в Нью-Йорке смогут и видеть необычные инсталляции. Какие – смотрите в следующем сюжете. Это копия шедевра Агюста Родена «Скульптуры «Мыслитель». Только из 4000 консервных банок. Скульптуру создавали 15 человек в течение 300 часов. «Это сделано из банок. Но мы создаем не то, что посетители ожидают увидеть. Вы приходите посмотреть, думая, я знаю, что там будет. Но это очень отличается». «Мы хотели сделать что-то красочное по двум причинам. Мы все любим цветное. И к тому же различные виды консервов означают разнообразие продуктов, которые мы можем использовать в нашем проекте». Из консервов собрали и скульптуры, изображающие птиц, животных и растения. Всего ушло 80 тысяч банок. После выставки их получит одна из благотворительных организаций. И в рождественские праздники раздаст нуждающимся жителям Нью-Йорка. По статистике, в продуктах нуждается каждая пятая семья. «Эти исключительные конструкции состоят из 80 тысяч банок. Мы сохраним их, а потом раздадим людям. Мы так делали уже трижды. В этот раз будет самый большой запас». Инсталляции из консервов будут демонстрировать в Нью-Йорке до 20 ноября. Это были все новости на данный момент. Больше информации в 19 часов. До встречи в эфире.